Доброе утро! ДТП, конечно, предусмотрено. Это и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет, или административный арест на срок до 15 суток, если виновного, конечно, отыщут. Каждое из этих наказаний по-своему неприятно, но бывают случаи, когда пешеход или водитель даже не задумывается об ответственности. ДТП на парковке, когда один автомобиль зацепил другой, а владельца пострадавшего транспортного средства нет на месте, и водитель уезжает. Случается, что пешеход попадает под колеса по своей же вине, но то ли от шока, то ли от жуткой занятости вскакивает и убегает с места ДТП, а вечером, почувствовав боль в руке или ноге, обращается в больницу. И сотрудники полиции начинают поиск второго виновника ДТП, которому и вменят оставление места ДТП, что для водителя очень неприятно. Но не мог же он силой тащить бедолагу в больницу. В век регистраторов и камер шанс скрыться и остаться незамеченными после ДТП очень невелик, а остаться бесколесным пешеходом после изъятия у вас водительского удостоверения наоборот. Внимание и аккуратность помогут избежать подобных ситуаций на дорогах. А если инцидент по вашей вине или же вине другой стороны произошел, представьте себя пешеходом на полтора года и сообщите в ГИБДД об аварии. Будьте внимательны. Всего доброго.